Талмуд На эту тему у нас есть маленькая одна история про Раби Исроэля Извижниц. Каждый вечер Раби Исроэль Извижниц ходил по своему городу, гулял несколько минут вместе со своим габаем, так называется руководитель Ешивы, помощник Равина. Они шли с габаем и однажды подошли к большому дому, где жил банкир, и Раби Исроэль никогда не поднимался к нему. И вдруг Раби Исроэль посмотрел на своего габая, пожал плечами и поднялся по ступенькам к двери этого банкира и постучал туда. Открыл дверь слуга и спросил, что угодно. Раби Исроэль ничего не ответил и протиснулся между слугой и дверью и вошел в салон. Слуга посмотрел на габая, габай сказал, ничего не знаю, и тоже вошел вслед за Равином. Равин сел в кресло посреди гостиной и принялся ждать. Слуга побежал наверх позвать хозяина дома, то спустился спешно, приходит крупнейший Равин города, сел напротив него и стал ждать, в чем дело. Так в молчании прошло ровно 10 минут. Это очень большой срок. После чего Равин поднялся, сказал спасибо и до свидания и вышел из дома. За ним ушел габай. Тут банкир не смог сдержать своего любопытства, бросился за ним, догнал его на улицу, и спросил Рэбе, скажите, пожалуйста, почему вы ко мне приходили, почему вы так долго сидели в молчании? На что Рабис Роэль сказал, ты знаешь ли, сын мой, есть такая большая митцва, не говорить, когда знаешь, что тебя не услышат. Я выполнил эту митцву и ушел. Банкир постоял, подумал, закричал, Рэбе, Рэбе, погодите, ну откуда вы знаете, что я вас не услышу? Да нет, я уверен, что ты меня не услышишь, поэтому я и молчал, спасибо тебе за то, что ты мне дал выполнить эту митцву. Банкир не успокоился, сказал Рэбе, ну а вдруг я услышу? Ведь если вы выполнили эту митцву в доме, теперь на улице, теперь этой митцвы нету, расскажи мне, пожалуйста, я умираю от любопытства. Ну, чтобы тебя не обижать, сын мой, я тебе расскажу, в чем дело. Дело в том, что в твоем банке два месяца назад взяла суду одна вдова в этом городе, и ты ее знаешь. Она теперь не может выплатить всю эту суду, ей очень тяжело. И пришли описывать ее имущество вместе с квартирой. О, Рэбе, сказал банкир, вы меня извините, но вы не по адресу обращаетесь, ведь я же не владелец этого банка, я только директор этого банка. Ну, я же сказал, что ты меня не услышишь, сказал Равин и пошел дальше. Банкир очень удивился, возмутился, Рэбе, ну ведь это же я с ним при чем, это же не мои деньги, это деньги Государственного Императорского Российского Банка. А я только чиновник. Да, ты продолжаешь меня не слышать, сказал Равин и собирался снова уйти. Ну ладно, хорошо, Рэбе, я могу часть этих средств восполнить из своего кармана. О, сказал Равин, теперь я вижу, сын мой, ты меня начинаешь слышать, тем самым я выполнил митцву, говорить только тогда, когда тебя услышат. Вот и вся история. Дело в том, что на самом деле это больше, чем история. Очень часто мы поучаем других людей, зная наперед, что они нас не слышат. Некоторые из нас так расправляются своим нехорошим настроением, раздражительностью. Некоторые обижают других людей, некоторые хотят показать, что они многое знают. Всякое происходит в природе, но запрещено одно. В иудаизме Торой запрещено одно. Никогда не говори замечаний, если знаешь, что тебя не услышат. И второе правило, если ты знаешь, что тебя услышат, только тогда и нужно, необходимо учить других людей. Большое вам спасибо. До свидания.